Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игрушечку, которая называется Рэйд Тёмные Легенды. Ну что ж, поехали! Ну что, как я вижу, к нам какой-то громозека пришел. Ладушки. Пожалуй, я пас. Эй, Элейн, кажется, ты ему понравилась. Это ненадолго. Ага, ударить нужно, да? Или что? Нифига в глаз! Ватный оказался. А вот это да, где ты так научилась стрелять? Охотилась на орков. Не испытывай мое терпение, эльф. Еще успей выяснить, кто сильнее. Нужно двигаться, говорит Галик. Ха, Галик орк, потому что... А это что еще, шелуха прибежала? Четверо? Так уж и быть, кто из вас под лицом готов умереть первым? У нас нет на это времени, Этель. Ладно, они твои. Так, нажать сюда. Ёп, РСТ. Крут. Ради всего живого. Я рада, что ты на нашей стороне. Да-да, и все мы одна счастливая команда. Потрапливайтесь. Чем быстрее мы выберемся, тем быстрее я избавлюсь от вашей компании. Говорит Каэль. Ага. Прибежали куда-то. Смотрите по сторонам. Артефакт должен быть где-то здесь. Опачки. Апапулечки. Дракоша. Ну что ж. Всем спокойно. У каждого дракона есть слабое место. Надо только хорошо прицелиться. Ну, давай, целься. Эй. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Охренеть. А мне нравится этот зверь. Не самый удачный финал. Что будем делать? Нападем вместе на счет три. За Тиллерию. За Арбитра. Ё, просто понеслась, понеслась, ребята. Ну, тут уже без меня. Эй. Эй. А, а смысл? Я думала, что этим героям удастся победить. Говорит Арбитр. Но ошиблась. Они не были готовы. Королевство Тиллерия погибает от войн раздоров. Нечестивые сторонники Сайрота распространяют тьму с Востока на остальные территории. Как хранитель Тиллерии, я сделала все, что могла. Но мои силы на исходе. Теперь ты продолжишь мое дело. Я восстановлю одного из погибших героев. На большие. Мне не хватит сил. Отныне он будет подчиняться тебе. Выбери, кого ты хочешь восстановить. Ого. Так, ребята. У нас есть лучник. Есть маг. У нас есть воин, я так понимаю. Слушайте, заманчиво. Редкий, да, значит? У него навыки. Крест-накрест. Блин, я не знаю, ребят. Это священный орден. Наповал удар. Герой атакует врага три раза. Ой-ой-ой-ой. Атака по всем врагам. Аура какая-то. Увеличивает здоровье союзников во всех боях на 15%. Ну, я, наверное, все-таки выберу орка вот этого вот. Галика. Да, будет так. Слушайте, ну, начало такое интригующее. Привет, свой воин. Это твой бастион. Здесь ты можешь призывать и улучшать героев, которые будут сражаться с силами тьмы. Угу. Ты уже выбрал первого героя, но для этой миссии потребуется усилие команды. Используй загадочный осколок, чтобы призвать героев в портале. Ага. Загадочные осколки позволяют призывать обычных, необычных и редких героев. Пятьсот. Ага. Кто у нас тут? Опачки. Отлично. Ты призвал героя с сильной атакой и навыками поддержки. Давай посмотрим, как он покажет себя в бою. Перейди на карту. Я так понимаю, у нас лучница, да? А я больше не могу, да, призвать пока. Ладно, хорошо, давайте пойдем в бой. Так, компания, подземелья, арена. Давайте начнем вот отсюда. Это замок Кейрок, место правления короля Тайбы. Твой путь начинается здесь. Слухи утверждают, что некогда великий и справедливый король поддался влиянию тьмы. Теперь он несет союзникам войны, а своему народу упадок и гибель. Угу. Угу. Тебе предстоит одолеть Боннеретта в короле, отыскать его и выяснить правду. Неужели великий Тайба теперь на стороне Сайрота? Прям как Саурона, е-мое. Глава 1. Ворота Кейрока. Мир между Кейроком и Аравией длился 11 веков. Пока король Тайба не начал кровопролитную экспансию на нейтральные земли между государствами. Чтобы оплатить военные расходы, Тайба обложил подданных непосильными налогами. Добродетельный и справедливый монарх превратился в тирана. Неужели он сошел с ума? По приказу арбитра, команда героев отправится в путь, чтобы убедить короля остановить это безумие. Даже если для этого им придется штурмовать замок Кейрок. Кейрок хорошо защищенная крепость. Как и другие локации, он делится на уровни. Пройди все уровни и сможешь сразиться с боссом. Угу. Ладушки, давайте приступать тогда. Здесь можно посмотреть вражеских героев и выбрать команду для битвы. У каждого героя есть элемент, который делает его сильнее одних противников и слабее других. Магия сильнее духа, дух сильнее силы, а сила эффективна против магии. Тьма это особый элемент, у героев тьмы нет слабостей против других элементов, ребята. Вот как. То есть тьма это обособленное. Сейчас у тебя всего два героя, возьми их в команду. Угу. Отлично. Обрати внимание, у лидера есть навык ауры. Такие навыки дают бонусы всем союзникам. Ага, вижу, вижу. А, здоровье на 15% увеличено. Ну что же, поехали. Интересно, очень интересно. Слушайте, а персонажи как сделаны? Эти указатели сообщают, насколько эффективен элемент твоего героя против каждого из соперников. Чем выше эффективность, тем сильнее атака и выше шанс нанести критический урон. Угу, понял. Значит у нас сейчас будет обычная атака, да? Есть еще эффективные и неэффективные. Ну, давай вот посмотрим. Ага, это простой удар получается. А ты что у нас умеешь, девчуля? Ну-ка давай посмотрим. Оу, круто. Так, она у нас лучник. Ну, я так понимаю, ребята, она хоть и лучник, но слабенькая. Что-то ее как-то очень легко пробивают. Но стреляет она, будь здоров. Давайте дальше посмотрим, что у нас тут ожидает. Ага. Эффективная атака. Слушай, неплохо, да? С двух ударов почти все хп отняли. Добивочный. Нормуль. Так, ну что, громозека. По большому счету, я так понимаю, что солдаты здесь вообще не при делах. Если у них тут король, как говорится, умом тронулся, ну, естественно, он будет и солдатиков своих выставлять против нас. Так, давайте-ка посмотрим, что вот это. Проклятый меч. А как использовать его? Слушайте, я думал, что просто кликать надо. Ага, вот оно как. Надо выбрать и навести. Все, понятно. Ну-ка, давайте посмотрим вот этот удар. Ох ты, неплохо, да? Два томогавка он бросает. По каждому противнику. Ну что, давайте, наверное, добьем. Минус. Да, я думаю, что его просто добьем и без всяких там магий. Ага, мы прошли. Всего, а, раундов 3 из 3. И что это? Отличная работа. Ты заработал первый артефакт. Артефакты это специальные предметы, которые повышают параметры героев. Угу. Кроме того, в каждом бою герой получает опыт. Когда герой наберет достаточно опыта, он перейдет на новый уровень и станет сильнее. Ага, это уже хорош. Хорошо, ребят. Тут система прокачки, значит. Зайди в коллекцию героев, чтобы надеть артефакт. С удовольствием. Здесь ты можешь посмотреть своих героев. О, какая прорисовка. На героя можно надеть до 6 артефактов. Выбери артефакт и экипируй. Ты посмотри, какая детализация героя. Прорисовка я имею ввиду. Классно. Видишь, герой уже стал сильнее. Более того, если собрать комплект артефактов, можно получить дополнительный бонус или эффект. Так, понятно. Думаю, ты готов. Возвращайся в замок Кейрок. Сразись с банаретами и найди короля Тайбу. Мы должны узнать, действительно ли он служит тьме. Понятно. Значит, здесь я пока ничего не могу сделать, ребят. Это типа как обучение идет сейчас у меня. Вот так вот. Угу. Уровень 2. Ого. Я так понимаю, тут еще, наверное, боссы всякие будут. Побеждай паучиху, чтобы получать атрибуты. Так, ну что, родные. Привет. Будем вас сейчас карать. Нифига, минус. Минус барышня. Минус арбалетчик. Ох ты, ох ты. Смотри, блин. Вы посмотрите просто, как они сделаны. Как они прорисованы. Очень красиво. То есть, не просто там какой-то халабуда стоит. А действительно, видно броня, щит, оружие, присутствия магии, аур. Мне нравится. Ребят, ну а от вас я жду адекватных комментариев, что вы думаете по поводу этой игры. И если кто-то в нее играл или играет, то на ранних этапах пускай подскажет мне, как лучше в нее рулить. И кого качать, естественно. Упс, минус арбалетчик. Ого. А мы так можем сразу две цели бомбить? Ну-ка. Блин, я думал, сейчас добьем. Нифига не получилось. Ну-ка. Слушай, ну вот эта вот лучница, да, она, знаете, как это, напоминает мне китану. Поздравляю, у тебя новый уровень. Когда твой уровень повышается, ты полностью устанавливаешь энергию и получаешь рубины. А иногда открываешь новые возможности. Пять рубинов я получил и энергию максимально. А вот и награда за бой. Этого артефакта тебе как раз не хватало для комплекта. Надень его на героя. Ага, шлем. Мы с вами надыбали шлем. Коллекция. То есть у нас, получается, комплекты состоят из двух или четырех артефактов. Если экипировать героя комплектом, он получит бонус к параметрам, особый навык или эффект. Ну давай наденем, и что нам даст это? Эта иконка показывает, какой комплект надет на героя. Нажми на нее, чтобы посмотреть доступные бонусы. Этот комплект увеличивает здоровье героя на 15%. Такие комплекты состоят из двух артефактов. А значит, ты можешь надеть целых три комплекта и увеличить здоровье героя на 45%. Давай лучшим артефакт, чтобы увеличить его бонус. Охереть. Тут еще все это можно улучшать, оказывается. Так, новый уровень. Ага, здоровье растет у нас. Вы посмотрите. Уже... Так, следующий будет на 254, так? 319. Отлично. Обрати внимание, на определенных уровнях улучшения открывают дополнительные параметры артефакта. Ага, он еще дает несопротивление какое-то. Ха-ха, прикольно. Теперь ты готов. Не забывай регулярно улучшать героев. Я буду возвращаться к тебе время от времени. До встречи. Все что ли? Испытание выполнено. Забрать. Ух ты. Это что такое, ребят? Это какие-то ботинки. А, сапоги. Награда новичка. Хм. Так, ребятулечки. Давайте-ка я, наверное, вот это вот заберу. И смогу ли я это установить на своего персонажа? Ёлка-ёлка почему-то неактивно. Так, вот у нас здесь коллекция. Да, смотрите, я могу установить вот эти сапожки. Сапожки. Четыре звезды. Они эпические. Не стоит об этом забывать. Навыки. Так, у нас вот аура. Я так понимаю, навыки мы тоже, наверное, будем прокачивать. Ой, а тут еще и таланты. Ё-п-э-р-э-с-э-тэ. Ого, вот это круто. Что там? Адепт клинтка. А, мне нужны свитки, ребята. А я не знаю, где их брать. Но, наверное, потом, со временем, они у нас будут появляться. Доступные награды. Ого. Конечно, давайте забирать. Какой-то топор, щит, я так понимаю, да? И магический отвар. Так, у нас тут еще дофига чего есть. Так, посмотрим. Я могу сюда надеть щит. За щитой 4%. Плюс сопротивляемость. Тут крит шанс и здоровье. Погоди-ка. А, за смену артефакта мне, ребята, нужно заплатить серебро. Угу. Слушайте, ну уже хорошо. Тут еще внизу, видите, какие-то кольца, там, амулеты. Пока все это у меня закрыто. Видимо... Ну, вы посмотрите, как прорисовка идет, ребят. Просто, просто по красоте. Ну... Вообще, детализация обалденная. Это для андроид-устройства. Это вообще высший класс. Посмотри. Хм. Классно. Мне нравится. Надеюсь, здесь много героев. Потому что я люблю, когда много героев и есть выбор. Ох, ёп, красоте. Нифига себе. Еще и скоро. Значит, еще будет обновление. Баннеретты. Высшие эльфы. Слушайте, ребят, по-моему, героев здесь будет. Хе, что надо. Ты посмотри. Вообще круто. Просто классно сделано. Прорисовка, детализация. Обалденная. Блин, а мне нравится. Это у нас эльфы, да? Хм. Классно. Ширемайна. О, это, видимо, маг какой-то. Легендарный. Поддержка. Ну что же. Наверное, ребятушки, мы на ней подзависим. Ну, если, конечно, вы этого захотите. Если, как говорится, она вам понравилась. Или приглянулась. Я жду от вас комментариев. Ну и лайкосик, естественно. Так, награды за посещение. Забираем 20 тысяч серебра. Так, что-нибудь еще можно? Новости. Нет, тут у нас дофига. Масштабное обновление, да? Золотая лига арены, новые языки, слияние и многое другое. Еще больше героев. 9 героев. Ой, нифига себе. 4 новогодних героя даже. В общем, игрушечка развивается, я так понимаю. Испытание. Что такое испытание у нас? Забрать. Призыв. Ага, самый простой способ получать новых героев. Короче, я должен призвать героя магии. Потом... В общем, всех разных. Только за это я буду получать... Это как бы достижение своего рода. Хорошо. Так, на заданиях что тут? Опыт и серебро. Забираем, конечно же. Так, тут неделя, месяц. И опять же достижение. Так, секундочку. У нас тут, естественно, есть магазин. Это мы забираем. Еще 20 тысяч серебра. Но открыть я здесь пока ничего не могу. Посмотрите, у нас уровень слишком маленький. Если только нам пойти в бой. Так, ворота Керака. Ну что же, давайте. А, наверное, будем приступать. Уровень третий. Блин, всего лишь два героя. А я так понимаю, героев у нас тут будет дохренище. Просто. Ох, классно. Еще паучиха, босс какой-то. Так, кто у нас тут? Опа, смотрите, ребята. Наверху русский чат. Страйкер, а ты звезды красил? Нормуль. Чат прям, как говорится, в прямом эфире. Еще нет. Я не состою ни в каком клане, ребят, пока. Смотрите, на улице дождь идет. Даже видно, что по лужам капли отражаются. Прикольно. Графика здесь, конечно, меня очень порадовала. Детализация офигенная. Давно не видел вот игр таких вот. Классных. Нет, последняя игра, которую я играл тоже с хорошей графикой. Это была эпоха магии. Так, она делает защиту еще от хил. Нет, родная моя. Слушайте, я боюсь сейчас. Блин, скорее всего, завалит сейчас мне. Черт подери. Да, она слабовата. Но на ней ни артефактов, ничего не висит. И поэтому я... О, третий уровень получаем с вами. Пять рубинов и энергия на три увеличилась. Ну что же, коллекция. А что у нас в коллекции прибавилось? Я, честно говоря, не особо вижу. А может быть здесь... Вот. Можем на нашу лучницу надеть щит. И меч. Во. Здоровье, кстати, на плюс 290 прибавилось у нее. Хм. Круто. Что я могу сказать? Тут еще, понимаете, если будет, например, комплект из четырех шмоток, это будет вообще круто. Сколько мы сможем заточить? Как думаете? А вообще, предел-то есть тут максимальный? Сейчас, сейчас посмотрим. Защита 20 уже. Так. У нас здоровье повышается. Причем охрененно. В офигенной пропорции. Слушай, а я могу сделать, например, сразу 10 попыток? Не понял. Да ладно, хорош. Смотрите, смотри, ребят, я ничего не делаю. Он сам точит. Есть. Удачно получилось. 10 попыток. Слушай, в принципе, плюс 9 меня устраивает. Заточил, да, себе? Сапожки, блин. Да я так понимаю, что звездность у вещей тоже можно повышать. Скорее всего. Шахты открыть. Что тут у нас? В шахте добываются рубины. 500 рубинов открыть. Офигеть, блин. А сколько вообще у меня рубинов? У меня всего 20. Так, таверна открывается с 8 уровня. Компания. Так, это у нас только лишь первая. Ребят, а сколько тут? Офигеть. Это только первая веточка у нас. Ой, уровень 4. Ну что же. Сейчас, ребят, пойдем бомбить. Тут у нас и 5. А в конце, я понимаю, будет у нас сам босс. Ждать. Ну что ж, поехали. Пока у меня 2 персонажа. Я не знаю, где брать остальных. Почему-то мы с вами нигде не зарабатываем, не выбиваем, не вербуем. А может быть, когда у нас откроется таверна с 8 уровня. Может быть, тогда. Удар вот этот вот восставший из ада меня просто радует. Просто сжигает. Мне бы, конечно, еще как-то магию усилить. Если такое вообще возможно. Причем, смотрите, да? Один получает больше урона, чем второй. Это от чего зависит. Ну. Минус. Слушай, я боюсь, сейчас опять лучницу мне положат, скорее всего. Да? Да, ёпперс, это, ну. Слабенькая она, конечно. Мне бы кого-то посильнее бы найти из персонажа. Я бы обязательно поменял бы. А ну-ка. Вот так вот. Ну, я думаю, что Гарик у нас... Гарик же его, по-моему, да? И один справится. Наверное. Ливень стрел. Что там? Опачки. Штраф к скорости. То есть, мы теперь будем с вами... Медленно, медленно. Так, ну-ка. Слушай, надо добить. Чё там посвящение? Блин, хиляет. Опс. Слушайте, мы можем продуть. Так, давайте-ка вот так сделаем. Оу, е. Минусанули. Так, радость моя. По-моему, пора тебе сдохнуть. Е. Причём два томогавка. Ребят, если остаётся один враг, два томогавка летят в одного врага. Ох, новый герой. Меченосец. Вот это круто. Ты посмотри. Блин. Ну, ребят, ну... Смотрите, даже он стоит на льду вообще. Знаете, как следового побоя, что вон там сзади трупы замороженные. Блин, прикольно. Просто вот прорисовка офигенная. Так, а как же мне... Вот он. Он две звезды имеет. Так, у него всего два удара, правда. И вот он у нас появился. Причём... У него черепок. А что такое черепок? А, ну всё, я понял. Так, во. Всё. Теперь нас будет трое. Наконец-то. Наконец-то мы будем втроём ходить. Повышай ранг. Слушайте, ранг звёздность, да, повышается здесь. Ну, давайте посмотрим, что он вообще из себя представляет, этот мечник, меченосец. Блин, классно. Просто арбалетчика сдуло. Его здесь не было. Ну. Молодец, красава. Добило. Хоть здесь. Так, тут у нас кто? Опять же какие-то охламоны. Упс. Также, ребята, здесь есть скорость атаки, я смотрю. И автобой. Сто процентов он здесь есть. То есть, я так понимаю, что можно некоторые уровни фармить. Которые, как обычно, пройдены на три звезды. Так, ну-ка, давай-ка, наверное, мы этого олуха добьём. Уж обычным ударом-то минусанули. Так, последний раунд у нас заключительный. Ага. Лучница, маг и... Салибардой, да, чувак там стоит? Классный вот этот удар. Огонь из зада. Опа! Лучница, неужели ты созрела, ё-моё? Начала... Четвёртый уровень. Начала лютовать, наконец-то она. Так, ну что же. Что? Новый герой-то опорщик. Одна звезда. Слушай, ну это самый-самый низ. Это дно, днище. С топориком с ржавым. У него даже один удар всего, один навык. Слушайте, ну я думаю, что... Ну его не стоит брать. Сто процентов вам говорю. У меня сейчас в данный момент команда хороша. И... Так, погоди-ка, что тут у нас такой портал? Ага. У меня, оказывается, были осколки, а я даже этого и не знал. Не заметил, точнее, ребят. Кто тут у нас? Слушай, по-моему, это послушник. Это тоже днище. Это самый начальный лучник, как я вижу. Можно даже это по экипировке понять. И то, что у него один навык всего лишь. Так. Кто здесь у нас прибудет? Йо, это кто такой? Заклинатель? Слушайте, это какой-то... Я думал, что это костюм. Нет, это, ребята, демон. Самый настоящий. Хм. Две звезды, ладно. Кто тут? Ядреновато. Восставший рыцарь. Блин, прикольно сделано. Смотрите, ребят. Вообще классно. Детализация. Ты посмотри. Мне нравится. Честно вам скажу. Мне нравится, как сделаны здесь герои. Так, это у нас занежить был, да? Герой. А сейчас кто? О, вау. Орг. Вояка. Уровень первый. Но это, видимо, рядовой боец. Я вот не знаю, единственное, что можно ли их как-то потом улучшать. Или их можно просто прокачивать. И они так и остаются вояками первого уровня. Просто у них звездность повысится. Так, кто у нас тут еще? Ого. Мечник. Первый уровень. Ага. Опять же, это самый простенький у нас получается. Но выглядит он прикольно. Такая полуброня, полутряпка. Какая непонятно чего. И последний у нас герой, ребята, это пилигрим. Я так понимаю, это типа копейщика, да? Слушайте, оружие у них такое, смотрите. Типа и копье, и непонятно, что это такое. Но детализация обалденная. Так, я могу? Нет, по-моему. Все, ребят, не могу. Это был обычный осколочек у нас. Реликвар. Это вот, чтобы его создать, нужно вот столько персонажей. А чтобы создать одного... Ой, ребята, игра, по ходу дела, надолго, надолго должна затянуть. Вы видели, чтобы там создать персонажей, сколько нужно левых персонажей? Причем, какая у них должна быть прокачка? Офигеть. Ух ты. Так. Испытание героев. Это мы с вами прошли, да? 10 тысяч серебра забираем. И здесь у нас еще 10 тысяч. Слушайте, ну хорошо. Денежки у нас идут. Правда, я очень быстро их потратил. Практически на прокачку артефактов, да? Так, тут тренировочный лагерь еще будет. Вы видите? То есть, нам нужно как минимум дойти до восьмого уровня, чтобы у нас открылась таверна. Это минимум. Так, ну что же, а мы с вами, наверное, пойдем... Вот он, видите, в конце босс. Вот этот. У нас, кстати, предпоследний уровень остался. И менять я, наверное, никого не буду. Я оставлю... Я оставлю, наверное, вот этот отряд, который у меня есть. Общая сила. Почти 3 тысячи. В принципе, меня этот отряд устраивает на данный момент. Конечно, в дальнейшем, я думаю, что он будет слабеньким. Но сейчас выбора все равно у меня нет. Единственное, что хреново, у меня получается орк, да? И меченосец. Они оба танка. И всего лишь лучница у меня, ну, по идее, должна быть дамагером. Но мы видим, что дамаг у нее какой-то такой... Мягкий, так скажем. Хорош. Красотуля. Ну-ка, давай посмотрим, что у него за удар. А, это совместно это... Ха, вы поняли, да? Он сам не бьет, он делает воодушевление. И за него бьет рандомно наш другой персонаж. Прикольно. Тыч, минусанули. Сразу же. Так, хорош уже на лучницу прыгать. Охламонничая. Давайте ребятульки. Оп. Блин, ну почему ты так слабо бьешь-то, а? Ливень стрел. Иди ты в пень. Ну-ка. А, ну это у нас обычный удар, да? Блин, прям как самурая дерется, е-мое. Так, нет. Пока еще живу. Эй, тихо! Фух. Штраф атаки он сделал, блин. Он понизил мне атаку. Гаденыш. Тогда получи за это. Слушайте, я боюсь, что в следующем бою у меня упадет моя лучница. Попробуем вот так сделать. Адский ливень, да? Нет. Не надо трогать, еще раз говорю. А, по красоте! Вот оно! Ну что, на три звезды прошли. И это меня радует. О, пятый уровень. Наконец-то, ребятули. Пятый уровень мы с вами потихонечку растем. А вот и последний босс. Так, у него две звезды. Ну что ж, давайте посмотрим. Четыре артефакта. Это комплект кража жизни. То есть, если мы собираем его, да, у нас появляется вот способность. То есть, будем восстанавливать себе здоровье за счет какого-то вампиризма, одним словом. Ну что, давай. Восставшись с зада. Так, хорошо. Арбалетчик. Падай уже. Нет, не упадет. Ладно, я иду. Зоркий глаз. Ты гад. Он еще и оглушил мне. Ну-ка. Пробили. Так, я так понимаю, босс будет на третьем. На третьем раунде. Ну что-то... А, сопротивляемость. Понятно, я почему-то не упал, а? Слушайте, нет. Лучница меня как-то немножко уже раздражает. Вот, честно вам скажу. Она... Что такое? Не дотягивает. Должна, по идее, критовать. Лучник все-таки же, да? Но ничего у него почему-то не получается. Что это за такой... Воин. Мы что такого хреновенько бомбим-то? Так, заряд энергии делает. Бонус атаки. Это ты зря, конечно, красавица, сделала. Тебе это не поможет. Ох ты, а вот и босс, ребята. Фу-фу-фу-фу-фу. Прикольно он сделан, да? Золотой щит. Опа. Тихо ты. Что там? Так, ну-ка. Ага. Давай суперударами его бомбить. Боевой призыв. Ой, по красоте. Слушайте, ползару я отобрал у него. Нифига у него шкала растет внизу. А вот эта вот жертвенькая, ребят, шкала, это для суперудара. Вот сейчас сделает что-то. Блин, упадет у меня, по-моему, лучница. Не доживет, радость моя. Или доживет. Так, ладно. Ну, придется просто ударить. Ой, как слабенько. А, не, нормально, нормально. Гарик, я знаю, что ты у нас... Блин, у меня нету, ребят, этих суперударов. Я вот обычными ударами бомблю. Сейчас будет кому-то хана. Ну, естественно. Естественно, уронил лучницу, блин. На три звезды не получилось, ребят. Пройти, жаль. Но мы его отхерачили. Мы его отхерачили. За две минуты буквально. После победы над Стражей, лидер команды задумался, почему в разгар боя Бонаретты произносили имя Сайрата. Возможно, Тайбе подчинился Повелителю Тьмы. Один из ранних рыцарей признался, что король не появлялся в замке уже много месяцев. Все это время он пробыл на Восточном фронте и отдавал приказы через гонца. Другого выхода не было. Путь на восток лежал через руины Арнака. Слушайте, ребята, шестой уровень мы получаем, а... Слушай, мне так показалось, что это уже даже и не король был, а... Глава 2. Подземные каналы Арнака. От былого великолепия Арнака не осталось и следа. Город погряз в нищете и разрухе, и его постепенно стала окутывать тьма. Дорога через эти руины заняла бы много дней, а обходной путь еще больше, поэтому команда решила пройти под городом. Героям предстояло спуститься в канализацию на территорию ящеролюдов, которые не жаловали чужаков. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ребята, новые монстры нам встретятся сейчас на пути. Так, что же что-то... Так, хранилище это понятно. Е-мое, блин. Чувак прикольный, заклинатель. Посмотри, такой череп Обглоданный Ну, классно, классно сделан Так, ну, это все мелочи По рангу, по уровню, по элементу Это все ерунда тоже У нас есть артефакт А, погоди-ка, а что это у нас значит? А, я могу поменять, зачем? Я думаю, что этого не надо делать Не стоит На мне пока нормальный артефакт Причем, гарик у нас получается Как основной персонаж, он лидер у нас Боевая жрица Ты посмотри, а Поддержка Слушай-ка Так Сверхознанно накладывают заморозку Так, лечат союзников Так, что же мы? Мы будем, конечно, брать ее Вот, в принципе, у меня и команда Собралась Гарик, меченосец Вот этот вот Для лучницы, наверное, ребята Местечко не найдется Так Там же три персонажа, да? Испытания выполнены Какие-то испытания все выполнены Так, я могу снять Погоди-ка Снять, естественно, снять За 2000, блин, серебра Не все так просто А, в принципе, щит мне нафиг не нужен По большому счету Ведь так? Да И давайте вот сюда мы Во Слушайте, если я найду еще один артефакт Это будет фулл комплект Ну что, теперь надо нам Блин Офигеть Это все как-то потом должно открываться Нужны вот эти свитки Пока еще мы не можем их зарабатывать Ну, я думаю, что со временем У нас все это получится И мы разберемся получше с вами Не забывайте, что это Ага Ты посмотри, у нас что получается Так Давай мы дальше возьмем Где у нас этот мечник И место даже есть для лучницы Четыре персонажа Мы теперь можем с вами брать Это ж круто Пройти логово дракона непросто Тут еще будет логово дракона Так, а вот и хмыри эти Ну что, давайте, наверное Вот так, восставшие сзади Слушайте, посмотрите, да Такие ублюдки Какие же это нахрен людоящеры Я вот Вот это еще, ладно Рваные раны Не получилось Видимо, хотел кровотечение повесить Ну, дудки Так, двигаемся сюда Вон тот вот точно как людоящер Один в один, ребят, какой-то Он даже похоже на тебя Рожа как у Как у рака, блин Так Слушай, лучница Ну ты и здесь даже Слабину даешь Так, это моя команда Понятно, это все нам не нужно Кого захиляем А зачем я это сделал Зачем я это сделал Если у него было здоровье полностью Так, тихонько Бонус атаки Вот это не надо Вот не надо Чтобы вы тут еще мне Тьфу и ватный Сейчас разнесем его Ну, лучница Не подведи меня Радость моя Нет, все равно Вот что не говорите Но слабо она бьет Очень слабо Может быть потому что Она не прокачана Или Кстати, а здесь можно Оружие-то менять Я вот что-то кстати Об этом не задумывался У нас как бы сейчас В данный момент Стоит по стандарту Да? Ну, оружие-то вряд ли Как говорится А вот заточить Наверное, атаку Мы сможем Надо будет с этим Разобраться хорошенько Потом Так, тихо Отвали Надо будет потом Еще, наверное, в клан Зайти Или создать свой клан Я даже не знаю И потихоньку Как-то разбираться Прикольно Нифига ты С таким тесачком Братишка Может упокоишься Ай, по красоте Вот я люблю Когда она делает Массовые атаки Лучница Тогда, да Все великолепно идет Божественный свет Почти на тысячонку Себе залечила Угу Так, ну что Последний улух остался Да? Это у нас Третий раунд из трех Да я простая Ну Пф Ватник Ватник Получи Стрелу в лоб Вот так вот Слушайте Ну как сказать вам Это был первый раунд Только с людоящерами Дальше будет жестче Я больше уверен Можно так же заново Можно сменить героев В общем А энергия у меня Выше крыши Ну что, ребятули Я даже не знаю Может быть Закругляться уже пора Я конечно понимаю Что вы хотите посмотреть Что там будет дальше Я тоже хочу посмотреть Поверьте мне Но и разбираться Здесь тоже придется Причем довольно долго Так, задание Здесь мы что-то выполнили Давайте заберем Ревард Отлично Так, секунду Здесь тоже Угу 40 тысяч голды Ну, с деньгами здесь хорошо Пока хорошо, ребят Я не знаю Так 300 опыта Ох ты Мы получили с вами Седьмой уровень Если я не ошибаюсь Кланы Клановые битвы Так Владыку демонов Наград за активность Нифига такой чувак Смотрите, ребят И общение Угу Клановые битвы Слушайте А чтобы клановые битвы делать Я должен быть в клане Или у меня должен быть свой клан Так ведь? Логично, я говорю Логично А где я могу это все сделать? Так Что-то не то, ребята Кланы, да? Кланы не найдены Подожди Я даже не могу ничего сделать, ребят Зависла, что ли, игра? Эй Не, ребятуль Не зависла Просто надо было Подождать подольше И смотрим Так, создать клан Я не могу 13 уровень нужен Так, тут Америку Ага Вот, смотрите-ка Русские есть Русские есть кланы Так, дальше Вот Аку Гринтур Смотрите, у нас А, даже украинцы здесь есть То есть Украинцы Русские И америкосы Ну что ж, дорогие мои друзья Наверное, мы будем с вами Закругляться И От вас зависит что Сделать Комментарий По поводу Этой игры Высказать свое мнение И От этого будет зависеть Будем ли мы Дальше в нее играть Ну, по мне Так лично Игрушка вроде бы Неплоха По крайней мере На данный момент Ничего в ней плохого Я не вижу Ну, а на этом все Всем пока Всем удачи И до новых Скорых видосиков, ребят Субтитры сделал DimaTorzok